МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Положительная динамика. Еще два медицинских учреждения Республики возвращаются в обычный режим работы. Поклон Айги в Национальной библиотеке открылась персональная выставка Игоря Улангина, посвященная памяти народного поэта Чувашии. Золотая шайба. Команда «Спутник» из Новочебоксарска победитель республиканского турнира в младшей группе среди городских команд. Еще два медицинских учреждения возвращаются в обычный режим работы. Об этом стало известно на заседании Оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Для лечения ковидных пациентов в десяти медицинских организациях разбернуто 1720 коек. Этого пока достаточно. В режим плановой доковидной работы переходит часть стационара городского клинического центра и главный стационарный корпус больницы скорой медицинской помощи. По оперативным данным, ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Показатель заболеваемости по Чувашской республике в 1,6 раза ниже, чем по Российской Федерации. Среднесуточные показатели заболеваемости коронавирусом в Чувашской республике в два раза ниже, чем в целом по стране. Количество активных очагов тоже у нас уменьшается. Но масочный режим еще никто не отменял. На нарушения надо реагировать, ведь ситуация может измениться в любой момент. Пусть медленно, но увеличивается количество тестов, ПЦР-тестов. Это говорит о том, что тоже это как бы тренд уверенный. То есть у нас мы достаточное количество людей обследуем, но при этом фиксируем снижение количества людей заболевающих и как следствие напряженности ситуации. Поэтому важно, но при этом, коллеги, при этом важно не расслабляться. Не расслабляться и выполнять все те меры безопасности, которые дают эффект. На снижение заболеваемости, вероятнее всего, сказалось и то, что количество привитых растет с каждым днем. Олег Николаев указал на необходимость обеспечения четкого графика поставки вакцины. В приоритете вакцинация лиц старше 60 лет, так как это наиболее уязвимая группа пациентов. Организовано пять мобильных прививочных пунктов. Рассмотрели на оперштабе и меры смягчения принятых ранее противовирусных мероприятий. Это позволило бы дать больше возможностей для работы предприятиям в сферу услуг потребительского рынка, которые и так пострадали из-за пандемии. Просим снять и внести изменения в ваш указ и отменить запрет нахождения несовершеннолетних лиц, не достигших возраста 16 лет на торговых объектах, свыше 800 квадратных метров, в торгово-развлекательных центрах, без сопровождения их родителей. Также одно из наших предложений совместно и с Министерством культуры, это увеличить все-таки разрешение заполняемости зрительного зала, кинотеатров, театров, театрально-концертных наших учреждений с 50% посадочных мест до 75%. Специалисты Роспотребнадзора еще раз проанализируют ситуацию и будет принято решение. Сейчас важно-слажно взаимодействуя, поддержать положительную динамику, отметил глава республики. От этого напрямую зависят цифры, суммы, жизни. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Правительство России поддержало проект создания в Новочебоксарске особой экономической зоны. Решение принялись сегодня в ходе заседания межведомственной рабочей группы. Оно прошло в онлайн-формате. В программу создания в городе-спутнике преференциальной зоны включены 7 резидентов и 8 инвестиционных проектов. Еще 12 организаций заинтересованы в участии. Объем потенциальных инвестиций оценивается в 11 миллиардов рублей. На самом деле не только Химпром является предприятием. Там есть еще несколько предприятий, которые также ведут аналогичную деятельность по химической направленности. И на самом деле количество занятых людей в этой отрасли существенно больше. На территории муниципального образования есть и свободные земельные участки, и действующие промышленные площадки. Поэтому в целом проект проработан. Олег Алексеевич, мы ваше предложение о создании преференциальной зоны поддержки, но именно в форме особой экономической зоны, чтобы не было не спорта. Отметим, что резиденты особой экономической зоны имеют ряд преимуществ. Например, при экспорте продукции им возмещается НДС. Поэтому для крупного инвестора данный экономический статус является привлекательным. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии готовятся к большой транспортной реформе. Она коснется как автобусных, троллейбусных перевозок, так и маршруток. Уже готов проект комплексного развития общественного транспорта Чебоксарской агломерации. Его представление состоялось в Доме правительства. Десятки разных перевозчиков по республике. Транспорт разной вместительности, его нехватка на маршрутах. Несоблюдение расписания. Примерно так выглядит рынок пассажирских перевозок в Чувашии сегодня. На межмуниципальный маршрут Чебоксара-Новочебоксарск выходит только 75% транспорта от заявленного частными перевозчиками. Порядка 300 маршрутов в республике работают по нерегулируемым тарифам. Это значит, что стоимость билетов устанавливают сами перевозчики. Перечень нарушений можно продолжить. Парк автобусов и троллейбусов кардинально устарел. Используем парк автобусов в большинстве своем дизельный и не отвечает современным требованиям экологии, при том, что большинство регионов перешли на автобусы, работающие на метане. Установленные перевозчиками тарифы экономически необоснованы. Маршрутная сеть несбалансирована. После того, как был ликвидирован ГУП Чевашавтотранс, конечно, на этом рынке пассажирских перевозок появилось достаточно много. И мелких, и крупных частных перевозчиков. И такой, знаете, образовался дикий капитализм на рынке этих перевозок. Мы понимаем, что основная цель любого перевозчика частного это извлечение прибыли. Но здесь, особенно на транспортных, перевозках, это извлечение прибыли в достаточно короткий срок. И поэтому конечный результат качества обслуживания, качества перевоза, конечно, здесь мало кого волнует. Транспортная реформа призвана решить эти и другие проблемы в основе создания службы единого оператора. Именно он разработает новую маршрутную сеть, будет решать вопросы по обновлению автопарка, продолжит работу по организации специальной полосы для общественного транспорта. Главное – безопасность, удобство и комфорт пассажиров. В принципе, изменится система оплаты. Реформу планируют начать с общественного транспорта чебоксарской агломерации. Система оплаты, когда человек, покупая один билет, может доехать с одной точки и агломераться в другую точку, независимо от количества пересадок. И ряд других факторов, которые уже на сегодняшний день являются обыденными для многих городов, которые развиваются по современным стандартам урбанизации. Вот примерно у нас такая задача стоит, и эту задачу мы с вами должны реализовать кратчайшие сроки. Реформу планируют провести в течение двух лет. Если мы примем эту концепцию и в дальнейшем перейдем на бруто контракта, это даст прежде всего качество тех услуг, которые предоставляют перевозчики пассажиров. То есть в этом случае перевозчикам не будет необходимости гоняться за пассажирами, устраивать гонки. По требованиям оператора заказов или оператора этих перевозок, они должны будут содержать транспорт или автобусы в идеальной частоте, соблюдать маршруты, должны соблюдать время движения, интервалы движения. Это, конечно, отразится на качестве работы. Но вот в первую очередь эта реформа даст вот такие результаты. Чебоксарская агломерация станет пилотной в реализации. На очереди пассажирские перевозки по всей республике. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Николай Скворцов, Республика. Ассамблея народов Чувашии на общем собрании избрала нового руководителя. Им стал Леонид Черкесов. Он отметил, что для него большая честь работать в такой дружной команде. Сплочение в решении межнациональных вопросов и воспитании подрастающего поколения он считает задачей первостепенной важности. Участники встречи почтили память прежнего председателя Амлева Куракова, безвременно ушедшего в конце прошлого года. Поклон Айги графика Игоря Улангина в Национальной библиотеке Республики открылась персональная выставка члена художников России Игоря Улангина. Она приурочена к Дню памяти народного поэта Чувашии Геннадия Айги. Его не стало 15 лет назад. Не скажу за всю Чувашию но лично для меня Айги это человек который дает крылья сказал как-то Игорь Улангин Благодаря мастеру он впервые решился проиллюстрировать произведение Пушкина Улангин и Айги вместе открывали для Чувашии имя скандинавского поэта Бельмана а позже работали над созданием книги Айги Поклон пению У них был общий взгляд на графику Она не была дополнением к стихам Иллюстрации несли свою смысловую нагрузку Коллекция Айгиана удивительна Такую редко можно встретить в библиотечных фондах Вся выставка как бы направлена именно на в первую очередь конечно на молодежь но Айгисты это люди более старшего поколения они с удовольствием тоже приходят на эту выставку и в рамках этой выставки у нас как раз очень интересный раздел это книги издательства Фри Пойтери Игоря Улангина Айгиста художника и его большая персональная выставка Поклон Айги которая посвящена как раз его иллюстрация произведений Айги в разные годы на открытии выставки не было самого автора Игоря Улангина зато было много поклонников его творчества Я знал Игоря Улангина как живописца он писал большие такие холсты полтора метра на два там так кистью там прямо на полу там в художественном музее была такая выставка в свое время а потом через некоторое время он перешел к такой камерной что ли более такой сдержанной графике в основном в дружбе поэта и художника родилось еще очень много интересных проектов это выставки фестивали акции в рамках нынешней состоятся открытые уроки для школьников и студентов Ильяна Питакова Бахтияр Велиев Республика фестиваль детских и молодежных коллективов театральное при Волжье в Чувашии набирает обороты для юных артистов мастера сцены проводят специальные занятия актриса русского драматического театра Лариса Родзик поделилась с будущими коллегами секретами своей профессии А чем мы отличаемся от нормальных людей? Мы люди занимающиеся театральным творчеством Чем? Мы родимим себе ребенка Правильно Лариса Владимировна решила посвятить мастер-класс памяти своего учителя профессора Сергея Гипиуса поскольку она была его последней ученицей Говорили о энергии окружения предметов об ауре о тонкостях душевной настройке перед спектаклем Гимнастика чувства личностный рост это умение слышать видеть относиться к предметам как живым относиться к партнеру не как скажем статисту которому просто текст говоришь а излучать энергию и получать от него энергию Если нечего сказать то и выходить на сцену нечего считает Лариса Владимировна Ребятам заинтересованным творчеством она неожиданно посоветовала никогда не бояться выглядеть дураками Вдохновение не посещает ленивых уверена актриса актерский труд по ее мнению сравним с работой шахтера только устает человек не физически а морально после тренинга зрители переполняли эмоции Впечатления с профессионалами участвуют участвуют школьники восьмых одиннадцатых классов победители призеры имеют возможность поступить в РФУ по профилю если наберут не менее 75 баллов по результатам ЕГЭ или вступительного испытания Как с помощью цифровизации ускорить развитие спортивной отрасли Чуваши Этот вопрос обсуждали сегодня заместитель министра спорта страны Андрей Сельский и глава республики Олег Николаев Как получить к примеру звание мастера спорта Мало добиться определенных результатов Нужно еще подождать годик пока оформляются документы и только тогда вы получите звание Ускорить процесс может внедрение цифровых систем В идеале как должно происходить человек посоревновался данные об его результатах соревнований попали в систему сравнились с значит с ЕВСК автоматически принято решение о том что он соответствует критериям ну и где-то значит там какой-то боец в виде человеческого фактора проверяет просто чтобы ничего не напутала система и вот это решение принимается за один день вместо одного года в некоторых видах спорта это уже используется для улучшения результатов например хоккеисты анализируют тренировки и игры чтобы сделать выводы по конкретным спортсменам сейчас цифровизация спорта ведется по трем направлениям в сфере в сфере госуправления создание сервисов для граждан аналитики тренировочного процесса спортсменов Андрей Сельский провел в нашей республике стратегическую сессию цифровая прокачка Чуваша шестой субъект федерации в котором она проходит участникам представили опыт других регионов решения ведущих технологических компаний страны которые можно внедрить в работу сегодня в Чебоксарах определился победитель республиканского турнира золотая шайба в младшей группе среди городских команд на льду дворца Чебоксары арена шумно активная игра началась с первых же секунд в финал вышли лучшие команды Чебоксар и новочебоксарска маэстро и спутник последние вели игру жестко и уверенно шайбы одна за другой залетали в ворота соперников противостояние было не только на льду болельщики яростно поддерживали свои команды с трибун пришли как всегда мы всей командой все родители ходим на матчи нашей команды на все игры очень переживаем болеем до срыва голоса иногда вообще разговаривать не можем только спутник только победа более сильная команда чем маэстро и более добрая ребята из Новочебоксарска одержали оглушительную победу со счетом 0-7 как утверждают сами хоккеисты они были уверены в успехе я считаю мы выиграли потому что мы все мы все хотели выиграть и мы упорно старались чемпионы получили свои заслуженные кубки медали и грамоты главный федеральный инспектор по Чувашской республике Геннадий Федоров лично поздравил талантливых ребят команда победителей будет защищать честь Чувашии в начале марта в городе Астрахань уже на всероссийском этапе турнира Друг для друга благотворительная выставка пристройства бездомных животных с таким названием пройдет в Чебоксарах в ближайшие выходные щенки всех возрастов размеров и окрасов взрослые собаки будут ждать своих потенциальных хозяев 21 февраля с 12 до 18 часов в торговом центре Мегамол все животные здоровы и привиты вход на ярмарку свободный если нет возможности приютить животное но вы хотите помочь приносите сухие влажные корма крупы, консервы поводки, ошейники и ветпрепараты на улице становится еще холоднее по прогнозам гидрометцентра в течение следующих 5 дней температура будет ниже обычного на 10-12 градусов и может достигнуть отметки минус 32 февраль этого года может стать самым холодным за последние 35 лет это были главные новости Чувашии к этому часу я с вами прощаюсь до завтра заставить вас поеду отеля ниже